Нига жалоб. Злободневно. Достоверно. Каждую неделю на телеканалах Сургут Интерновости. Плюс СТС, ТВЦ, ТВ-3. Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? И как научить детей проявлять любовь к своим близким? Ответы на эти вопросы в центре ремесел искала Ксения Рободанова. Роспись по стеклу и керамике, ленивый гобелен и поздравительная открытка в технике изонить. Этому и многому другому можно научиться в историко-культурном центре Старый Сургут. В преддверии православного праздника Пасха мастера центра ремесел готовы поделиться своими знаниями с каждым желающим. В этот раз мастер-класс по росписи пасхальных яиц посетили ребята из детского сада «Улыбка». Мастера, говорят, готовились весь год. Вышивали картины, шили народные костюмы, расписывали пасхальные яйца. Идея рассказать о традиционном, старинном способе росписи пасхального яйца большему количеству людей нашего города, ну и не только города. Но с каждым годом мероприятие становится более масштабно, более интересно, большее количество детей привлекается на мероприятие. И в этом году мы задумали целый цикл такой большой, он называется «Пасхальная мастерская», где не только роспись пасхального яйца, но и проходят мастер-классы по традиционной народной кукле. Появление наклеек и переводок для украшения яиц значительно экономит время предпраздничной подготовки, но лишает сакральный символ содержания. Цвет и орнамент пасхальных яиц – это целая наука со своей историей и правилами. Существовали отдельные правила дарения пасхальных яиц. Пожилым людям подносили яйца темных цветов, детям дарили зеленые или голубые. Молодежи красные, ведь именно ей продолжать род на земле. Хозяевам домов, куда шли в гости, желтые. Желая хорошего урожая и благополучия. Конечно, на взрослые женщины или девушки наносят другие орнаменты, рисунки на пасхальное яйцо. Это, значит, они рисуют или сердечки, то есть это называется сердечные писанки. То есть они потом, когда после освещения писанки, дарят своим парням, мужчинам. Создавать настоящие шедевры мастерам Центра ремесел приходится в крохотном помещении. Надеются, что когда-нибудь их труд будет оценен по достоинству, и в городе появится мастерская побольше. Выставка и мастер-классы продлятся до 30 апреля. Ксения Рободанова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.